А сейчас речь пойдет о решениях, которые приняты на уровне муниципальных депутатов и о том, как они влияют на нашу жизнь. В эту среду депутаты Тверской городской думы на очередном заседании рассмотрели отчет городского отдела полиции о работе в прошлом году. Передачу земельных участков под строительство западного моста и узнали о перспективных решениях по формированию состава молодежной палаты. Первым и основным вопросом заседания стал отчет муниципального ОМВД о работе в 2022 году. Как было отмечено в докладе, несмотря на кадровый голод, полиции удалось добиться заметных успехов. В частности, количество убийств сократилось на 30%. Угонов автотранспорта сфиксировано меньше на 10%. Изъято более 7 килограммов наркотиков. Депутаты передали пожелания своих избирателей сделать более активными контакты участковых с простыми гражданами. Участковые это самый близкий к народу представитель органов ОМВД, которые должны знать, которые именно работают на своем участке. Также депутаты одобрили передачу в областную собственность ряда объектов муниципального имущества. Например, участков под строительство западного моста, который является важнейшим инфраструктурным проектом, реализуемым в Твери в данный момент. В завершении заседания парламентарии проголосовали за список новых членов городской молодежной палаты. Как отметил председатель профильного комитета Ян Барышев, это активные ребята, многие из которых уже сейчас выступают с конкретными идеями. Понравилась идея одна. Девушка рассказала, она бы хотела создать приложение, в котором можно будет найти все спортивные мероприятия нашего города. На самом деле это очень, я считаю, удобно. То есть будет один портал, как она предложила. Я считаю, это очень будет удобно. Если это воплотится в жизнь, это будет вообще шикарно. Что касается состава молодежной палаты, то в основном это студенты и старшеклассники. Хотя, конечно, есть и те, кто, закончив вузы, уже работает. По словам спикера муниципального парламента, для Думы очень важен контакт со своими младшими коллегами. Основная задача именно молодежной палаты доносить до руководства города видение, мнение молодежи, и также мнение и видение подхода к управлению города доносить до молодежи. Это такая двухсторонняя связь, которая очень важна для нашего общества, очень важна как и для молодежи, так и для руководства города. Всего в молодежную палату Твери войдет 21 человек. И в самое ближайшее время они приступят к своей работе на благо не только подрастающего поколения, но и всего города.